. Здесь разговор идет о том, что сакральный голос, что когда человек это выговаривает, проговаривает, он сам себя очищает. вот он, детокс, в освобождение, ему становится легче. И по большому счету, я вам скажу, это и есть прощение. Это не то, что я сижу и кого-то прощаю или самого себя. Это просто отпускание того, чем ты пропитываешь. То, что забетонировалось, то, что лежит там пластами годами утрамбованное. И голос – это как ультразвук, да, как машинка у донтиста, которая вместе с воздухом, с водой это поднимает и вытаскивает. То есть это вибрационные, да, такие вековые потоки, которые захватывают, и без голоса это сделать невозможно. Вот почему человек думает, что ему помогла религия, ему помог этот священник, или это направление, или сама церковь. А по большому счету, это просто способность говорить. То есть доверие вот этому голосу. Именно искреннее состояние доверия этому проговариванию, этому звуку. Меня никто не вел. У меня нет того, кто бы меня вел. Я шла сама, и когда я оглядывалась назад, что мне помогло, вот так формируется вот этот алгоритм, который я вам даю. Не было такого, что никто сказал, слушай, сделай вот так, вот так, вот так. Я пошла, я что-то пробовала, пробовала, пробовала. Было не в моготу, было тяжело. Я стала говорить. Я увидела, что с голосом что-то меняется. Я стала говорить больше, больше, больше. Я однажды что-то услышала. И я вдруг поняла, что это не то же самое. Это я просто вам говорю, как маленькая такая преамбула, что это не придумано, это не взято из книги, это однозначно просто выстрадано и сложено. Есть такие более глубинные процессы взаимодействия, невозможно пойти дальше. Если вот этот стартовый механизм схлопывания или заныривания не вычислить, только когда вы сможете держать постоянно дистанцию и видеть вот эти первые протуберанцы, вот эти первые щупальца, первая вот эта струйка дыма, которая затекает, вот тогда только можно что-то с этим делать. Если вы это проскакиваете уже внутри, да, мы потом будем рассматривать, как справляться с захватами, когда уже захватило, когда уже колбасит. Здесь бесполезно уже, здесь какие-то моменты, мы будем эти моменты проговаривать, чтобы у вас вычислился сам по себе алгоритм помощи себе, балансировки. Помните одно, что мастер, не мастер, проводник, не проводник. Если я взаимодействую с кем-то или я взаимодействую сама с собой, ключ всегда один. Помочь себе, чтобы стало сначала легче. То есть если у вас какой-то раздрайв, ваша главная задача, и мы сейчас к этому подходим, найти механизмы ключи, балансировки, чтобы вы успокоились. Как только вы успокоитесь, решение уже выстраивается. Человек почему не может найти покой? Потому что его слишком крутит воронка, и он не понимает, как с этой ситуацией справиться. И поэтому у него все хаотично, ничего не работает. Ему даже говорят там, например, да ты успокоишься, все хорошо, а он, наоборот, только раздражает. Потому что ему не нужен совет. Ему даже не столько помощи, сколько ему надо сначала сбалансироваться. Поэтому все, что сейчас мы делаем, мы вычисляем ключи, балансировки. Если человек не сможет сбалансироваться, вот эти все благие речи, благие мысли, там я момент, я источник, ничего не работает. Это мертвому препарателю. Такое ощущение, что вам кто-то когда-то говорил, надо открывать свою вещь в чакру. И такое ощущение, что вы ее очень сильно открывали. Да, было. И мне кажется, что вы как будто заложник вот этой открывшейся чакры. Я не говорю, что ее надо закрывать, но как бы вам немножко нужно отодвинуться. Вы просто уже слишком в этом состоянии зафиксировались. Ну как бы, как бы вот вы считываете, вы идете этим местом. А вам надо немножко отодвинуться и смотреть со стороны. Вот почему я говорю, что когда вы внутри, вы автоматически передислоцируетесь в эту область, да, вот сюда. А вам нужно со стороны. Естественно, одна часть у нас получается здесь находится в теле, а другая за этим смотрит. Тогда вы точно уловите те самые первые импульсы. Потому что вот этот акцент, это те ментальные вещи, которые уплотнились. Они уже набрали критическую отметку и свидетельствуют о том, что вы находитесь в этом месте, что вот это так правильно. Это просто вы очень преданно что-то делали, и оно набрало критическую отметку. И это только свидетельствование о преданности. То есть когда человек преданно во что-то ушел, муссировал, муссировал, усугублял, усугублял, и звучало бы ту же частоту одного и того же ходового назначения, и оно как бы захлопнулось, как бы оно включилось. Сейчас говорить очень важно, но потом вы сможете останавливать ее взглядом, внутренним взглядом. То есть раз, и как бы его внутренне уловили, и она остановилась. Это мне напоминает фильм, помните, «Морозка», когда старуха с этой Маркушенькой и этот дед, который говорит, молчу, 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 а потом она сказала, молчу, молчу. Ну вот как бы будет такая личность, и молчу, молчу. Но это потом. Если вы не наберете к физическому отметку, вы не сможете ее схватить, и четко прочувствовать, какая она. Это такой механизм, который постоянно себя проявляет. Постоянно, по поводу бесководства. Причем, понимаете, я повторюсь, пожалуйста, возьмите это очень внимательно к своему взаимодействию. Что часто люди говорят, у меня вообще нет мысли, это абсолютное вранье. Они не могут остановиться, они на долю секунды, они есть всегда. Они могут быть неоформлены, они могут быть обрывочными. Знаете, как я говорю, недомысли. Но они все равно как бы перетекают, они имеют место быть. И человек как бы вот он мысли, я хочу пить. Вот он воспринимает эту мысль, а все остальное, он это уже не воспринимает за мысль, а это мысли. Это просто фоновость, и они такое сырье, предтечие, да, оно заходит. И если этого всего механизма не займите, значит, вы оказываетесь в следовании. По большому счету, вот этот жучок, который заходит таким образом, это называется то, что из человека делает жертву. То есть он открыт, он уязвим, он незащищен. Это первый протуберанец, который вот именно то щупальца. Вы знаете, как по муравей, да, говорят, один зашел, и вся ватага за ним. Так и здесь. Если вот этот первый щупальца вы не заметили, первый укол, то дальше вы уже в детках этой ипостаси, этой чистоты. Вот смотрите, еще у музыкантов есть такое понятие, да, когда распивается, человек учит гамму, а потом его проверяют, как ему говорят, например, ля второй октавы. И он должен сразу выдать этот звук. Он его слышит, он его знает. Он не то, что до него тянет дурными посудами, а он сразу, раз, и попадает. То есть у него как бы запечатлена вот эта как бы нотная грамота внутри, слышание по звуку. Так и с голосом. Вы должны адаптироваться к его звучанию с собой. А когда человек сам собой не придет говорить, если он шарахает, у него зажатость, у него скухожина, у него дискомфорт, дисбаланс от этого. Поэтому здесь надо просто говорить, говорить, и говорить, если энергия без количества приходит в качестве. Ну, голос однозначный. Я понял еще на первых заданиях практа, что он начинает поднимать все вот эти зажатые эмоции, все ментальные залежи. Я понял, что он резонирует. Да, сначала становится тяжело. Но в пятницу мне реально стало прям легче. Я почувствовал очищение. Я почувствовал просвет именно в животе и в солнечном сплетении. Хорошо, я сейчас сижу и разговариваю с собой, потому что это единственное, что у меня осталось. Какое состояние после? Облегчение. Облегчение, сдача момента. Расслабление. Почему? Почему? Что я такого сделала, что произошла какая-то балансиропа? Проговорили все это? Все возможные варианты? Видите, я дала им выход. То есть я вытащила это голосом. Я не стала этому рыжить в голове. Грубейшая ошибка думать об этом. Только говорить с собой. Сейчас это ясно. Если вы только перейдете на чистоту кро себя в голове, оно вас приведет. Всегда действуйте методом от противного. Я могу это сделать? Нет. Я могу вот так? Нет. Когда вы видите, тогда у вас остается как есть. Но вы к этому как есть приходите естественным. Чем больше вы это узнаете в себе, вы безошибочно это будете узнавать в каждом любом другом человеке. Потому что частота звучания, она одинаковая. Когда человек заигрывается одно, когда человек сам себе придумывает другое, когда человек действительно слышит, это очень слышно, как он слышит. Или он не слышит, тоже слышит. Потому что вы это чувствуете через себя. Через себя. Через себя. Через себя. Через себя. Продолжение следует...